добрый день уважаемые друзья с вами андреев анатолий николаевич доктор филологических наук профессор писатель темой моего сегодняшнего выступления будет тема которая мне представляется чрезвычайно актуальной возможно самой актуальной на сегодняшний день она называется так какая идеология нужно россии я сразу с вашего позволения перейду где значит стало очевидно что опустился железный занавес который отделяет россии от запада в принципе к противостоянию запада мы уже привыкли но вот формат нынешнего противоборства который предложен запад многих просто поверг в шок для многих стал откровением честно сказать я тоже удивиться вот запад окончательно перестал скрывать что он сражается не с царской российской империи не социалистической империи зла ну не знаю не с большевизмом и со сталинизмом из путинской россии он открыто назвал объект своей ненависти это русские русские как таковы русский мир русская цивилизация русская культура точка ру одно дело сражаться с перекосами так сказать социальной системы большевизм там еще что-нибудь такое и совсем другое с цивилизация ее носители вот понимаете запад просто перестали интересовать поводы он демонстративно взял и обнажил причины каждый русский стал врагом и мишенью запада вижу цели двух целей справедливости от радио точнее давайте ну что в нем и такими скровожатами конечно запад это не всегда люди которые там живут это понятное дело запад это те кто управляет за сильные мира сего и судьба людей там живущих этих управленцев вообще-то говоря интересует и вдали не меньше чем судьба приговоренной к уничтожению русских ну русским от этого не легче давайте исходить из того что и ну кто-нибудь скажет что я сгущаю краски я отвечу так отдельные факты злове перерастают стремительно в зловещую тенденцию вот я пытаюсь ну что ли прогнозировать развитие событий и доступные моему пониманию футурологический сценарий меня совсем не радует хотя внушают определенный оптимент я готовлюсь к лучшему понимая что только так называя вещи своими именами можно приблизить будущем вот давайте очень быстро так сказать коротко чтобы обозначить вот четко выпукла свою мысль выдающиеся деятелю культуры спорта политики бизнеса продолжайте сами попадает по санкции просто потому что они из россии я бы не приводил примеры но они интересны вот почему вы их знаете все прекрасно я тут не собираюсь никого удивлять просто нужно осознать одну вещь например а оперная мегазвезда анна нетрепка феноменальный дирижер валера герки их все знают все знают что с ними не продляют контракты все знают что это происходит потому что они не отреклись от того от чего не может отречься русский достойной формы компромиссия не предлагается первая ракетка мира сейчас они первые но опять чтобы попасть на был дом должен какую-то бумагу там писать что-то подписывать александр овечкин лучше какие из планеты возможно символ хоккея как таково на сегодня тоже какие-то так сказать невероятное давление оказывается это же не просто какие-то отдельные музыканты спортсмены ну и так далее это символы россии вот когда происходит символическое крушение отдельного символа каждый русский бывает потрясен до глубины души ну символ россии флаг государства порвали на ваши глаза осквернили гимн герб это символы это не просто так вот запад и говорит кто правит миром тот и будет назначать у мира не понравились нам ваши символы мы их просто сносим сносим их символически убиваем россию культура отмены то есть если бы на этом все остановилось в миланском университете бековка что запретили изучать творчество достоевского а почему не пушкина если на то пошло а потому что для них достоевский круче пушкина если знали пушкина запретили в польше запретили постановку чехова нормально да если посмотреть какое влияние наказал на западный театр то я не знаю что все зачем можно запрещать след за достоевским нужно отменить целый пункт культуры половину мировой литературы нужно просто взять и запрещать потому что потому что тлетворное влияние достоевским можем что происходит ну ладно оркестр исполняется отказывается исполнять русскую музыку потому что она русская польша чайковский шостакович не исполняется где-то рахманинов американцы слова гагарин убрали из названия с какой-то там своей космической организации я перечислил мега символы те символы по которым узнают россию абсолютно везде в любом уголке мира что мы имеем сухом остатке первое запад пытается стереть с планеты земля любой информационный след который напоминает о значении русской цивилизации и вкладе мировую культуру любой либеральный запад откровенно объявил о своем намерении строить будущее в котором для нас нет места нас туда не берут нам сказали а вас нет вы фантом вот мы сейчас возьмем ластик с культурой отмены поработали и вас нет вот планете земля приснились русские и все оказалось что их просто-напросто нет это ведь больше чем война ну давайте быть откровенными это хуже чем война между прочим это война с прошлым за право распоряжаться будущим пришли хозяева и стали отменять они пишут сценарий не только для будущего но и для прошлого вот русские гении да которым благодарна человечеству ставят памятники во всех уголках земли и благодаря которым о русских знают как я сейчас сказал во все в каждом уголке земли а они сегодня попали они нас больше не защищают они сами нуждаются в нашей защите второе запад не достоевского ненавидит и не русскую музыку с ее исполнитель он ненавидит культуру как таковую он себя ненавидит как продукт культуры послушать отменяет дело почему потому что он чтит только законы культуры законы кто сильнее тот и прав не в правде бог а в силе это ведь их девиз ну что это такое если не объявление тотальной войны но кто-нибудь еще верит в трезвое мыслие запад его великодушие справедливость а вот теперь самое главное а почему так происходит что мы такого что мы им такого сделали это же надо как было насолить чтобы ну оказаться объектом вот такой испепеляющей лютой прямо таки ненависти но во первых у ненависти есть так сказать папа мама лютая ненависть это порождение лютого страха они не ненавидят нас они нас боятся вот это да а что такое что случилось гиперзвуковые ракеты что так впечатлили вот не думаю честно говоря это инструмент защиты мы ведь не собираемся нападать у нас записано наших так сказать в военных доктринах наших обязательств перед всем миром мы не начинаем ядерной войны только в том случае если угрожают самому существованию нашего они тогда мы нажимаем кнопку первыми нажимаем они это знают и они приписывают нам коварные замыслы мы сами в это не верят причину давайте назовем почему они нас так боятся территория наша хотят завладеть ну слушайте хотят завладеть территорией ты виноват уж в том то что хочется мне кушать это понятно а вот ты виноват в том что на тебя смотрят как на источник смертельной угрозы это что-то другое это что-то новое так сказать конная авиация что что случилось то вообще вот мне кажется над этим стоит задуматься у меня есть только одно объяснение у них нет такого образа будущего который бы устраивал всех у них есть такое представление о будущем которое устраивает только их они будут доминировать все остальные подчиняться они не мыслят категориями наподобие будущее для всех поэтому они заранее ненавидят всех которые это сказать естественно не воспринимают их будущее ну попросту говоря весь остальной мир вроде бы весь остальной мир с ними но они его ненавидят потому что завтра он от них вернется то что мир имеет за плечами исторический опыт где категория справедливости не пустой звук поэтому за абстрактными такими академическими категориями многополярный мир однополярный мир совершенно конкретные вещи а справедливость будет или нет они горит нет не будет но тогда в общем-то плохо отвернемся от вас россия может возглавить движение будущего запад может оказаться в олдсайдера когда хромой верблюд когда караван повернет назад хромой верблюд окажется первым это смерти подобно отсюда и страх вот так сказать говорить о русских вот вообще просто вот любой повод до говорить о русских это ведь значит ставить культуру выше натуры правды выше силы поэтому понятие русский и все что с ними связано попадает под каток культура отмены делается все чтобы русские и будущее не пересекали сознание массового человека каком уголке земле он не находился нас символически уничтожают чтобы затем уничтожить вполне реально не надо питать иллюзий вот будущее стало реально проверка жалчак как они говорят силы могу что запада запад эту проверку не прошел скажи мне как ты понимаешь будущее я скажу кто ты не прошел эту проверку запад а у нас есть представление будущем есть в главной номинации человечества в культуре потому что культура натура культура главнее сегодня культура определяет смысл и цели нашей жизнедеятельности так вот мы так сказать сумели предложить такую систему ценностей которые потенциально сильнее их принципа не в правде бог а в силе что мы предложили не в силе бог а в правде правду мы понимаем как истина большая правда многомерная правда абсолютная так сказать правда не наша присвоенная нами правда а правда и из которой соглашается весь основной мир вот такие культурные ценности которые денег зависит что денег не зависит истина добро красота справедливость достоинства свободы иначе говоря это высшие культурные ценности и это не оборонительная система истина не может быть оборонительная система это наступательная система конечно же лучше враг хорошего лучше по определению побеждает хорошим мы предложили руку лучше мы наступаем они видят нас своего смертельного брака врага они нас боятся и правильно делают между прочим но нам самим надо понять и очень хорошо понять что такое мы предупреждает бог в правде знаете пока это такая вот метафора что благое пожелание а какой правде идет речь что повергает наших партнеров шок и трепет вот пока вот сказать на этом этапе наших рассуждений что мы можем констатировать похоже на то что либеральный запад как кощей бессмертно завороженно смотрит на иглу у нас в руках на ту иглу на конце которой смерть кощея то есть он пытается понять запада отдаем ли мы себе отчет в том что их смерть и их жизнь наших руках и как мы собираем такой возможности распорядиться запад не на то поставил не на тот принцип это еще полбеды он в принципе не понимает на что ставить чтобы гарантированно поведение вот где их беда отсюда агрессия как способ влечь внимание от своего прощения поэтому так в чем наше преимущество в чем наша правда в чем смерть кощей вот это не праздные не академические вопросы и совсем даже не сказочные но собственно к ним сейчас и перейдем да наша правда наша идеология каждый русский то есть тот относится к русскому миру стал в той или иной степени осознавать или мы выживаем сплотившись и объединившись или от нас даже информационного следа не останется и ставим растаем как облачка помните снегурочка так сказать да вот расставила все от нее только облачка осталось это потом растает выпадет дождика они нам никогда не простят двух вещей первое что мы европейцы и что мы унаследовали лучшие христианско-коммунистические традиции европы между прочим их европы тоже второе они нас наследников лучшего смертельно боятся этих двух вещей они нам не простят вот не надо питать и люди они поставили вопрос или или наш принцип не в силе бога в правде исторически набирают силу их принцип не в правде бога в силе исторически силу теряет они решили что пришло время стареть решающий склад мне кажется так вот такой масштаб того что происходит вот откуда взялся железный занавес не не по экономическим причинам по идеями по идеологическим теперь дальше что такое идеология вот давайте приведу несколько примеров посты на которых понять можно что такое диалоги по крайней мере как я это вот я у своих студентов спрашиваю игру скажите пожалуйста какое из двух утверждений вы бы отнесли к идеологическим а какой к научным то есть не идеологический первое это стена оранжевого цвета второе это стена приятного оранжевого цвета студенты мгновенно ориентируются и безошибочно определяют идеологически промаркированным таскать второе утверждение хорошо меняю задание какое из двух утверждений является более правильным говорю я первое эта стена приятного оранжевого цвета второе эта стена неприятного оранжевого цвета студенты и здесь так сказать столку не собьешь они подмечают неадекватность вопросом ну потому что любой ответ он будет произволен субъективен его с равным основанием можно считать правильным или неверным все зависит от личного пристрастия от вкуса но дело вкуса не дело объективной логики главный компонент всякой идеологии приверженность субъективной оценки ориентация на ощущение а не на познание лежит на поверхности идеология это про ощущение а не про понимание то что тебе больше нравится то и хорошо ощущение рулят если вот это простенькая история эта стена приятного оранжевого цвета если ну что ли затрагивает жизнь на ваш интерес ну тогда люди начинают серьезно нервничать вроде бы понимают вот студенты понимают приятного цвета неприятного цвета как только речь заходит о стране о патриотизме о ну там не знаю земля плоская или круглого словно говоря удивительно что происходит страсти начинает кипеть потому что каждый из них считает что он прав каждый считает что его ощущение уж его то точно не подводит попадаются на удочку тут же сами которые разоблачить эти что происходит там где задеты чувства сознание отходит на второй план я не думаю что я этим кого-то удивил я вот сейчас о чем это надо понять и оценить ведь гимны всех стран они построены на так сказать на идеологизированной праве россия священная наша держава россия любимая наша страна поставьте вместо россии франции вивля франс то же самое рули британия рул британия британия рулзе бэйс британия так сказать правь морями ну потому что священная держава или вот вам пожалуйста восхваляй силу употребленную сохранившую нас нации побеждать мы должны коли наше дело праведно и быть тому нашим девизом на бога полагаемся это что такое это слова из гимна соединенных штатов америки что не тоже что ли на бога полагаются ну вот пожалуйста читайте значит видите как ну каждый кулик свое болото хвалит это немножко такая бытовая история но механизм примерно то же самое важная оценка важная стена приятного и неприятного цвета а какого цвета она на самом деле никого не интересует а возможно это вообще не стена вот чтобы ну что ли простота не пропала как мне кажется это достаточно просто сейчас этот феномен идеологии я вот такой миф воспроизведу о слепых которые встретили слона я его как помню свои интерпретации воспроизведу жили-были слепые вот они встретили слона наслышанные что такое слон они бросили со всех сторон его ощупывать как каким-то слепым достался фрагмент слона который называется ноги кому-то ухо пух прям большой получается кому-то хвост веревка собрались после этого слепые стали спорить на что же на самом деле похож слон ну вот представьте себе первый говорит никогда бы не подумал что слон это столб позвольте возражает 2 слепой ты знаешь как эти уважают но какой стол если он лопух я-то по крайней мере уж точно совершенно столб от лопуха лечу уж не знаю там свыше как математика у меня но она тоже по это простая вещь ну а третье что говорит господа и я и я всегда думал что живу с нормальными людьми он на веревку похож причем здесь лопух и вообще о чем о каком столбе идет речь ну остается дальше только спорить а если принципиально драться и совсем принципиально убивать друг друга других вариантов не существует потому что для одних слон это столб для других веревка для третьих вот такая таскать история мы-то понимаем что слон не похож не на столб не на лопух не на что-нибудь другое это фрагмент реальности слон это слон разные вещи кусочек правды ну той стол нельзя представлять как вот истину в целом слона но каждому из слепых кажется что он прав и у них вроде бы есть на по основанию почему ощущения они доверяют своим ощущениям поэтому в каком-то смысле ну позвольте так сказать грубовато конечно понимаю что каждое сравнение хромает хотя все познается в сравнении опять же так вот позвольте сравнить идеологов со слепцами идеологи это слепые убежденные в том что они будучи зрячими познали то что другим слепым никак не доступен в чем каждый из них убежден что он познал не фрагмент а целое и отныне его заключает задача только в том чтобы распространить свое понимание искать на на всех других кричать на весь мир что слон это стол но если вообще то получается главное в идеологии ощущение они познания ощущение идеологи работают с ощущениями с картинками их не интересует адекватность восприятия реальность их интересует эффект от картинки распространить этот простенький механизм искажения реальности на более сложные ситуации если истина может быть святой вредной приятной неприятной хорошей нехорошей легко догадаться что она должна быть прежде всего выгодный тебе учитывать твои потребности интерес не можешь поменять реальность менять свое отношение к ней вот ключ к манипулированию сознания вот такая вот вещь поэтому правда у каждого своя а истина одна на всех и все информационные технологии сегодня это технологии эффективные манипуляции бессознательные вот собственно такая вещь поэтому давайте так вот если нужно определить идеология это превалирование бессознательного над сознательно хотя кажется что наоборот человек выбирает то что ему кажется приятно например цвет или очевидным словно-то столб и он убежден что его выбор основывается на объективном отношении он удивится и обидится если вы скажете что он предельно субъективно ну как это так идеолог всегда прав он подменяет объективное субъективным будучи убежденным что действует так сказать строго на мороз поэтому идеологическое отношение это во многом перевернутое с ног так сказать наголо отношение к реальность вот чтобы такое происходило чтобы человек не чувствовал себя сумасшедшим совершенно произвольно говорит то что например в голову сбрыдет так не бывает надо надо чтобы хотят часть операции на реальность поэтому вот фигуре слона присутствует действительно фрагмент напоминающий стол это позволяет выдавать фрагмент за за всю полноту истины поэтому актуально такое определение идеолог идеолог идеология это фрагмент правды который выдается за всю полноту истины сознательно это человек или бессознательно умышленно неумышленно верит в это не верит это делать 10 механизм именно такой идеология это не про конкуренцию идей это про психологическое манипулирование с целью навязать идеи идеологи такие ловцы человек идеологический дискурс это процесс так сказать заглатывания ну процесс принятия в качестве своих ценностей чужих идей заглатывание вот это психо эмоционально наживки вот почему идеологический акт это акт навязывания своей воли через навязывание образа реальности это акт войны поэтому когда говорят идеологическая война но к сожалению это отражается да если идеологи схлестнулись если на кону идеологии за которой стоит невероятная мощь держав цивилизации это конечно идеологическая война а вот теперь так по механизму идеологии одинаково у нас также действует такой же механизм это также превалирование бессознательного на сознательных это кажется что но но по содержанию идеологии и так про качество и структуру идеологии теперь мне кажется так сказать самое главное в том что я хочу сегодня сказать когда мы говорим не правда ну что ли не в правде бог не в силе бога вправе правда ведь условное обозначение якого культурного феномена нужно разобраться правда как сумма смысла что такое правда качество идеологии определяет не не диалоги сами по себе не того что вы верите а степень объективности идеологии степень соответствия их реальной действительности чем больше реальности ваших идеологий ях тем ваши идеологии круче так сказать тем потенциал их воздействия более сильный качество идеологии и определяет наука которая отвечает за связь как раз на нашей представительности реальности вот еще раз качество идеологии определяет не идеологии сейчас из этого так сказать мы посмотрим какие нас ожидают последствия правда у каждого своя а истина она одна на всех конечно победит та идеология которая ближе к истины слон победит представление о том что слон это слон победит они они представление о слоне как о столбе иные иными словами да поэтому так одно дело видеть то что вы хотите видеть но это принципы либеральной идеологии это их принцип они видят то что хотят видеть слон похож на стол ну пожалуйста мы на бога полагаемся еще при этом кричат мы же в отличие запада видим не то что хочется видеть а то что есть на самом деле и потому заявили им не сели бога праве встречи что получается уже легко запутаться культурные цивилизованные коды у нас вроде бы разные но при этом они полагаются на бога и мы считаем что с нами бог их дело праведное наше дело правое и ну что кто более прав на чьей стороне бог бог всегда на стороне истины потому что бог это и есть собственно границ надо проанализировать что скрывается за за девизами надо верить не девизом а делам и вот тогда окажется что кто-то лжет и лукавит прикрываясь кто-то из двух лукавит да прикрываясь именем бог мы считаем что лукавит либеральный запад а мы не лукавит называя вещь стимина почему собственно надо верить они надо нам верить мы не призываем на верить мы призываем научно оценить то что стоит за нашими девизами не надо нам верить на слово пожалуйста давайте с открытыми картами игра не проблема понимаете как давайте оценим в этом месте такой идеологическое ну что ли исторический парадокс и еще вчера проиграли идеологическое сражение полотной войне советская коммунистическая идеология оказалась дальше от реальности чем и капиталистическое они тоже далеки от реальности но были мы были еще дальше а сегодня мы опять на коне и запад даже не успел насладиться своей идеологической победы как опять выпускать перед ним смертельно опасно конкурент но на сей раз мы предлагаем гораздо более конкурентоспособный диалог они исчерпав анти советский ресурс включают ресурс антирусский антикультурный до любой потому что у них так сказать победа любой ценой вот любой вот в этой точке идеологического дискурса где мы сейчас находимся запад начинает нервничать воспринимать нас как смертельную угрозу то есть демонстрировать неуверенность себе и страх почему а потому что там тоже есть умные люди которые способны понять что правда на нашей стороне они вынуждены прикрываться наши правды ведь мы говорим не все любого в правде выяснил справедливости они прикрываются принципом справедливости хотя плевать хотели на справедливость но они боятся сказать что про что сила выше справедливости они прикрываются нашим девизом фактически это означает они признают что правы мы но рассчитывают они что сильнее вы правы мы сильнее мы вас победим они не верят не верят отсюда смертельная боязнь все логично по-другому никак а теперь так получается сложная идеологическая картина идеологический дискурс разворачивается на трех уровнях первое картина мира научная составляющая диалоги который придает а этой самой диалоги максимальную объективность научная это высший уровень идеологии это не идеология второе матрица собственные диалоги как среда витамина как реализация картина мира люди живут в матрице вот они воспринимают матрицу ощущениями ощущения говорят да слон похож на стол все правильно вот так вот в такой реальности мы это матрица ее создают она не обязательно совпадает с реальностью она обязательно с ней не совпадает третье технология информационная технология создания матрицы и так три уровня идеология это картина мира плюс матрица плюс технологии понятно а теперь так на уровне противостояния идеологических матриц мы находимся в равном положении ну им что-то кажется приятным что-то нам приятным столб лопух ну и так далее вот на самом низовом уровне на уровне технологии они нас превосходят посмотрите вы же заметили что скажем если на одно и то же событие посмотреть например на спецоперации на военную специальную операцию украине посмотреть по-разному то в мировом масштабе какая точка зрения так который доминирует сми в информационной повестке медиа пространстве они сегодня будет им пользуются они кричат так сказать отовсюду на уровне идеологические технологии ну стоит крикнуть они там наши взяли какую-то армию в плен а абсолютно все повторилось и весь мир в иллюзии в матрице о русских граммят абсолютно не интересно никому так на самом деле или нет показали картинку под которой написано вот так русские бомбят на самом деле это они так сказать разрушают на донецк это картинка про то что они разрушают они мы но кому это интересно это информационная технология в этом моменте они на переигрывают потому что сми на их стороне это правда а должна побеждать какая позиция та которая за правду за истину глубина должна побеждать поверхность да должно доминировать понимание что слон это слон не столб не лопух должна картина мира побеждать вот как этого добиться если этого не сделать то мы имеем руках смерть кащея так сказать на конце иглы так и никогда его и не победим теперь смотрите смерть кащея не просто в наших руках не просто в идеологии в каком звене идеологии конкретно в картине мира смерть кащея в нашей картине мира не в матрице не в технологиях не надо пушить путать божий дар с яичницей картина мира следующий момент а матрица индивида и матрица личности смотрите вот пока что да в сфере идеологического противостояния создается впечатление что побеждает коллективный запад потому что либеральные западники громче кричат делают весьма технологично количество побеждает качество они кричат громче окажется что их идеологии лучше понимаете у них информационные технологии низовой уровень лучше эффективнее а качество и кажется что качество идеологии лучше вообще прям вдумаемся смотрите они нас боятся окажется что идеология у них лучше и боимся их мы но что такое это совсем прямо сказать очень далеко от реальность но они свято убеждены что это работает до тех пор пока не появились мы со своей картины мира вот почему они нас боятся вот почему они хотят уничтожить ну примете король окажется голым они этого боятся они эту сказку знаю вот такой психологический когнитивный эффект от крика за шумом таскать и манипуляция правда не слышно кому интересно кто там на самом деле кого бомбит написано же что русский бомбят киев ну значит так тому и вы а то что они донбасс не это никому не интересно и они решили что так можно они вывели из игры главный компонент и высший уровень идеологии работу над созданием картине мира вот что они сделали поэтому многим кажется что они побеждают ну хорошо что нам делать перекричать кричать но кричать надо конечно громко громко надо и внедрять более совершенные информационные технологии конечно безусловно ну надо надо показывать что это в конце концов картинка была про донбасс и про них они про нас и киев но понимаете как мы ведь проиграли идеологическую войну в ссср потому что старались перекричать догнать и перегнать мы все время сравнили себя которые процветали якобы всякобы загнивающим западом наша картинка не сработала потому что реальность была другая сравнивали прилавки холодильники машины уровни потребления мы на этом уровне проиграли не надо было это сравнивать это нам навязали это было их идеологическая победа победа технологии информационной войне надо было сравнивать потенциалы систем что сравнивать солдаты ребенка если ребенок вырастет гиганты он этого солдата прищипет однолепно но кто про это думал тогда надо было картина мира работать а советский народ мятность социалистическая картина мира так и не получил идеалы были а картины мира не было надо издать урок надо играть по своим правилам то есть по правилам науки надо вводить в игру главный компонент и высший уровень работу на создании картины надо делать то чего не больше всего бояться это же их слабое место еще раз говорю они не могут предложить будущее мы можем предложить будущее наше будущее в наших ну вот же с чем надо работу получается да а пока что если честно мы самих вот слава богу пришел занавес вот занавес железно 30 раз железно он нам нужен на себя начнем слышать поэтому на вопрос что с чего начинать поговорим с картины мира безусловно вот когда мы создадим свой качественный идеологический продукт когда мы назовем вещи своими именами когда мы бы не понимать с какой картиной мира на работы на быть абсолютно все равно насколько громко и креативно не качать пускай хоть но понимаете хоть на весь земной шар пускай до марса какая разница лучшая защита технологии от идеологии не бесконечный контр-выпады бремно в глазу еще одно прямое тогда создание собственные дела лучше защиты это нападение когда мы создадим свою внятную картину мира мы безусловно победить а пока либеральный запад при успел создании матрицы индивида в чем он преуспел посмотрите матрица индивида как ментальная идеология как ментальная экология это не что иное как результат высоких технологий производства индивида с низким гуманистическим потенциалом они научились очень хорошо так сказать воспитывать воспроизводить людей с низким гуманистическим потенциалом которые верят в то что сила выше справедливости это что такое это низкий гуманистический потенциал хорошие технологии хорошие но они работают на силовую картину нам надо создавать другую матрицу но матрицу матрицу личности нам надо научиться применять высокие технологии для производства человека с высоким гуманистическим потенциалом нам надо воспроизводить нам надо научиться воспитать человека который верит что справедливость это сила которая сильнее их вот прям вот это вот физической грубой силы вот именно возможность создания такой матрицы запада воспринимает как спортивную угрозу для себя именно это ничто другое не ракеты это ведь понимаете новое когнитивное невиданное оружие если вы описываете терминологии войны ничего мощнее на сегодняшний день мире нет ничего нет мощнее формула который надо раскрыть не в силе бог а в правде матрица это смерть кащея та которая на конце игры ну надо понимать что наша картина мира это результат нового мышления вот это трудность это наша трудность понятие им проще и картиномера про проста сила солому ломает понятно а наша картина мира это сложный культурный продукт сложный культурный продукт значит слона воспринимать как целое сложнее или столб слон похож на столб как фрагмент реальность фрагмент реальности выдавать за за целое проще вот поэтому знаете как это позволило создать им устойчивую матрицу индивида ее информационной обслуживания в целом это дает конечно идеологическое преимущество они дьявольски сильны в информационных технологиях создали матрицу где люди верят уже в то во что они не верят да хорошо мы это признаем наша картина мира сложнее но наше преимущество в том что наша идеология в целом гораздо объективнее оценивает реальность это уже не советская идеология вот и мы смотрим уверенно запад то есть господи прошу прощения мы уверенно смотрим в будущее а именно это деморализует запад именно это конечно да безусловно понимаете как нашу картину мира сложнее усвоить принять но счастье людей связано с нашей картинами многие уже сегодня почувствуют завтра поймут поэтому у людей которые находятся под пятой силового мировосприятия их существует скрытый явный запрос на нашу картину где правда выше сил где слон похож на слона наконец но нашу картину мира надо уметь надо уметь говорить миром на его языке пока мы этого делать не умеем поэтому подводя итог создание матрицы за до личности задача очень сложная но она гораздо более реалистичная неже задача запад с ресурсом матрицы индивида завоевать будущее не получится площадка для старта в будущее матрица личности ген земли будет создан на наши слова не на их теперь понятно почему нет бояться они не могут не бояться что же не делал ну слушайте когда-то мы прикоснулись традиции пушкин крючком не было француз как известно в лицее через французскую литературу мы прикоснулись к литературе европейской и мировой мы учились у запада пожалуйста теперь учитесь у нас в чем проблема не хотите ну это уже так сказать не надо теперь подвожу итог шанс для россии в чем же конкретно шанс первое да нам надо заняться идеологией прежде всего картиной мира я уже об этом говорит для этого придется переосмыслить мировую историю в соответствии с нашей картинами переосмыслить второе переосмыслить сам феномен культуры и личности в соответствии с нашей картиной мира третье написать подлинную историю нашей цивилизации культуры соответствии с нашей картиной мира не просто так знаете наша картинами вот что это означает учебник педагогические технологии чуть похоже чуть дальше об этом скажу второе картина мира которая не переведена формат матрицы личности это такой разговор с вечностью это разговор про идеалы а нам надо говорить с конкретными людьми которые живут здесь и сейчас поэтому нужна матрица личности не надо быть выше этого матрица работы они это доказали окна вертона они это прекрасно пусть это будет нашим оружием чем проблема но только не матрица индивида для сила побеждает а матрица личности где побеждает справедливость где слон похож на слона третье идеология без технологии не работает нужны технологии нам как воздух необходимо когнитивное программное обеспечение как они говорят когнитивая ну инструмент создания нашей матрицы личности поэтому придется научиться преподавать историю философию литературу в соответствии с нашей картиной мира поставить на службу нашей идеологии искусства кино театра литературу в цензуру водить мы это проходить не цензуру водить а доносить нашу картину мира и насытить нашей идеологии воспитания детского сада до высшей школы конечно из каждого утюга буквально так потому и занавес железный нужен ну спасибо им за этот подарок сделать обязательным компонентом высшего образования universal skills так называемый выпускник университета должен иметь возможность получить вот такую сформировать вполне определенную картину мира у него должна быть такая возможность сегодня ее нет высшее образование получается цепочка universal skills универсальные компетенции которые формируют картину мира soft skills они формируют уже совсем другое не картину мира и hard skills это вообще про профессионал что мешает нам воспитать наших детей молодежь духе традиции нашей картине нам мешает то что наша картина мира осознанная нами как способ выживания не переведена формат когнитивного программа программного обеспечения мы учим как бог на душу положит а надо учить в соответствии с программой ее надо создавать последний мы мы в данном случае я в своей в своем выступлении сходил из того что пока технологии материального изменения мира будут доминировать над технологиями изменения внутреннего мира человек наша будущая волна война наше будущее будет решаться силовым целы силовыми методами кто сильнее тот будет и прав законы джунгли будут править это императив это концептуальная основа нашей идеологии ключ к будущему в сфере высоких информационно-духовных технологий которые способны изнять внутренний мир человека в направлении не в силе бог а в правде вот есть я был внятен таскать то это то что мне хотелось сказать про идеолог идеология даст силы даст уверенность я так сказать вот в свою очередь уверен что никакую экономику без идеологии не поднять но надо начинается диалог самое главное возможности появились возможности но справимся мы с пятой колонны конечно она тут же таскать переобудится в шестую пятая открыто говорит то что она думает шестая делает вид что они с нами а на самом деле так сказать против нас понятно все это будет все это понятно но самое главное когда будет создана наша идеология в трех звеньях картина мира матрица технологии когда она будет создана уже все равно кто куда смотрит шестая колонна 20 или какая там и как они что они кричат у нас будет работать воспроизводится наша картина мир за которой пойдет мир это будет совсем другая история забегать вперед не хочется но пока задача не видится именно так спасибо большое за внимание спасибо